Казалось бы, самой острой темой заседания законодательного собрания станет корректировка бюджета 2012. Но после доклада министра финансов Ольги Сулимы грома так и не грянула. Поправки приняли единогласно. Бюджет стал еще более социально направленным, правда с помощью федеральных средств. Итог, доходы областного бюджета были увеличены на 2 миллиарда, расходы на 5. Дополнительные деньги потратят на модернизацию системы образования, капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение из аварийного фонда и на поддержку сельского хозяйства. Но все же львиная доля уйдет на метро. Строительство метрополитена – это приоритетный проект. Но это очень существенно поможет разрешить нам вопросы движения городского пассажирского транспорта. Но для того, чтобы из заречной части попасть в верхнюю, нужно будет 17 минут. Это совершенно другое качество и уровень обслуживания нашего населения. Впрочем, «за» оказывается бывают разными. В результате поправок дефицит областного бюджета увеличился на 2 миллиарда. Доходная часть областного бюджета выросла исключительно за счет федеральных вливаний. Собственно, наши доходы не выросли ни на копейку, и это печально. Поэтому одно дело поднимать руку, потому что нужно осваивать какие-то федеральные деньги, а другое дело понимать, что каких-то позитивных тенденций здесь мы не наблюдаем. Но положительного все же много. В конце концов, рядовому жителю не так важно, из какого бюджета будут потрачены деньги на то же метро. Главное, чтобы, как и обещал губернатор, 4 ноября поезд добрался до Нагорной части. Отмечу, что Валерий Шанцев держит этот вопрос на особом контроле. Еженедельно проводятся совещания. Кроме того, глава региона лично инспектирует объект. Поправки в бюджет должны отразиться и на социально незащищенных категориях граждан. В разы увеличены пособия для многодетных семей и матерей-одиночек. Здесь идет разговор об особенной категории детей. Это деньги инвалидов, проживающие в многодетных семьях и воспитывающие матерями-одиночками. Сегодня они получают пособие, соответственно, 100 рублей и 200 рублей в месяц. Мы нашли возможность поднять это пособие до 1000 рублей в месяц. Конечно, мы при первом удобном случае будем увеличивать эти средства. Еще одна тема интернет в школах. В первом чтении был принят закон, который предусматривает административную ответственность за использование интернета на уроках не по назначению, то есть не в образовательных целях. Речь идет о том, чтобы оградить учеников от сайтов для взрослых, а также рекламу алкоголя и табака. Если дома за ним мы предполагаем, что все-таки родители в семье свои обязанности выполняют надлежащим образом, то в школе эти обязанности должны выполнять учителя, преподаватель. Поэтому за не введение такого рода ограничений ответственность несут преподаватели. Еще одним важным решением стало принятие во втором чтении закона о предоставлении земельных участков в собственность под индивидуальное строительство. Список расширенный, теперь бесплатный земельный участок могут получить и молодые специалисты-медики, приехавшие в сельскую местность в 2011-2012 годах. Антон Ганин, Алексей Калякин, Объективно, ННТВ.